Миллион посещений амбулаторных подразделений, 23 тысячи больных, получивших лечение в стационарах и 3,5 миллиона лабораторных исследований за два года. А также снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и работа над программой по уменьшению смертей среди больных онкологий. Эти другие вопросы обсудили на пресс-конференции главного врача КБ-50. На встрече с журналистами шла речь и о заработной плате медицинских работников. По словам Сергея Окова, зарплата в среднем повысилась на 24%. Это ощутили врачи и младший медицинский персонал. Мы провели перевод в течение года младшего медицинского персонала в немедицинский персонал, но при этом увеличили им заработную плату. В среднем увеличение заработной платы произошло в этой категории на 47%. Если раньше медицинскую помощь населению оказывало 25 терапевтов, то сегодня их число сократилось до 15. Из-за нехватки специалистов этого профиля в поликлиниках укрупнены врачебные участки. В этом году перед руководством и медицинским персоналом стоит еще одна важная задача – увеличить объем помощи в акушерском отделении. В акушерском отделении и штаты, и здания рассчитаны на 1200-1400 родов. Значит, у нас реально сейчас 700-800 родов. Одно из важных нововведений, касающихся медицинских исследований – переход на забор крови только из вены. Исключение составляют пациенты, которым не требуется широкий спектр анализов и достаточно результатов по конкретному показателю. Кровь из пальца продолжат брать и у детей, если не требуется более серьезного исследования. Мы вообще перешли на международный стандарт. На сегодняшний день проведение анализов крови проводится с использованием автоматических анализаторов. И это более точная диагностика, это более объективная диагностика. Не обошли стороной вопросы нехватки врачей узкого профиля, а также проблему записей на прием и вызовы врача на дом. Переход на цифровую телефонию и единый номер регистратуры призван уменьшить очереди и оптимизировать процесс попадания к специалистам. При вспышке заболеваемости гриппом и ОРВИ трудности все равно остаются. За медицинской помощью на дому в этот период обращалось по 600 человек в день. И в рамках вызовов на дом, сколько бы мы операторов не вводили, то есть время ожидания все равно может быть. Сейчас мы будем тестировать систему вызова на дом через либо смс-сообщение, либо вызов на дом через регистратуру, вот так как у нас сейчас реализовываются записи. На пресс-конференции шла речь о строительстве здания детской поликлиники. На данный момент проект находится на госэкспертизе. Заключения ждут в конце апреля. Дарья Цыпорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.